12,5 миллиардов рублей общий консолидированный бюджет здравоохранения. Бюджетные средства плюс средства обязательного медицинского страхования. Из них доля платных медицинских услуг на сегодняшний день составила 450 миллионов рублей. Менее 5%. Однако рост цен на платные медуслуги оказался заметным. В некоторых случаях в полтора раза. В денежном эквиваленте цифры не столь пугающие. Платные процедуры у нас по-прежнему одни из самых дешевых в Поволжье. В медико-математических расчетах разбиралась наша съемочная группа. Средняя стоимость платных медицинских услуг определяется с помощью нехитрой арифметики. Складывается стоимость процедур в государственной больнице и в частной клинике. И делится на количество участников. При этом рост стоимости платных медицинских услуг в последние годы в Чувашской республике самый низкий. По сравнению с другими регионами ПФО. Если в соседних регионах цены уже были подняты в последние 5-7 лет. То у нас они очень долго держались на уровне последнего десятилетия. Если мы возьмем медицинский массаж, который мониторировался. В структуре роста цен по данным госстатистики звучит, что возросла цена на 50%. При этом средняя цена массажа, который мониторируется, это 95 рублей. Понятно, если она возросла на 30 рублей. Опять-таки это очень средняя цена. Массаж – это очень средняя процедура. То есть есть массаж воротниковой зоны, есть массаж головы, есть массаж отдельной руки. Это усредненные цифры. Если взять все платные услуги, то 60% приходится на стоматологию. В республике большое количество частных клиник. В доле платных стоматологических услуг много косметических процедур. Брекеты, отбеливание, улучшенные пломбы. Но это не говорит о недоступности государственного сектора стоматологии. Государственное регулирование цен сегодня возложено на государственные лечебные учреждения. Там, да, там все услуги строго сертифицированы, стандартизованы. И все цены на услуги в государственном секторе, они утверждаются Министерством здравоохранения. Все, что касается цен на услуги в частных учреждениях, то это рыночные цены. При этом государственные услуги готовы покрыть сегодня тот объем, который необходим населению. Платные услуги не подменяют бесплатное здравоохранение. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов. Республика.